Приветствую вас! Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Итак, значит, проблема финансового характера. У вас мужчина считает, что женщина должна заработать столько же, вы соответственно считаете, что мужчина должен быть защитником. И вы должны быть за мужчиной, как за каменной стеной. Соответственно, работа для вас это просто реализация, самореализация, тогда как мужчина считает, что должна приносить доход и такой же, как у него. Вы с молодым человеком решили пожить вместе, обсудили вопрос финансов и он сказал, что ваша работа не обеспечит семью. Вот. На что вы ничего не ответили, взяли тайм-аут и задумались о будущем. Взяли тайм-аут в отношениях. Что я могу здесь сказать? Ну, во-первых, люди все разные. И всегда есть определённые моменты в человеке, в людях, которые нам могут не нравиться. Это какие-то взгляды, это какие-то точки зрения, это какие-то позиции, это какие-то привычки, какие-то мысли. Вот. Может быть, какие-то аффективные проявления, скажем так. Да, то есть вот. Ну, аффективные проявления – это проявление высокого эмоционального тонуса. Короче, всегда есть что-то, что в человеке не нравится, и это нормально. Вам важно определиться, вот, можете ли вы принять такую особенность молодого человека и, собственно, уступить ему в этом для всего остального. Или нет? Вот как вы сами чувствуете? Потому что мужчина меняться не хочет, мужчина уверен в своей позиции, так же, вероятно, как вы уверены в своей. Но есть небольшая проблема для того, чтобы вы говорите, что вас воспитали таким образом. Здесь вы, на мой взгляд, уходите от вопроса личной ответственности за свои ценности и вопрос собственного выбора. Потому что вы совершенно не обязаны следовать тому воспитанию, которое вам дали. Кроме того, не воспитывали вас люди одного времени, сейчас другое время и, как бы, реалии, на самом деле, немножко, мягко говоря, изменились. Поэтому, когда вы говорите, что вас воспитали, вы в какой-то степени от ответственности отходите. Если же ситуация такова, что ваши представления о семейных отношениях являются, точнее, об отношениях между мужчиной и женщиной являются такими, какими вы их описали, если это ваши, если это то, чего вы хотите, если только так вы хотите, чтобы было, и только так вы чувствуете себя комфортно, то, ну, мужчину нужно выбирать в таком случае соответствующего данного, мужчина вам не подходит. Потому что либо вы будете неудовлетворены, либо будете на мужчину давить, чтобы он изменился, либо мужчина там, там, например, из-за желания быть с вами попробовать поменяться, но в итоге как-то вот не захочется ему это делать. То есть здесь важно понять, здесь важно понять, как конкретно, наверное, вас задело то, что он сказал. Как вас это задело? Вы говорите, что это засело у меня в голове. Ну, вот, как бы, как вас это задело? Очевидно, что задело. Может быть, это вот задело тем, что именно в данном человеке вы увидели идеального защитника, вот, а он так вот себя повел, и вы вновь почувствовали себя, как бы, ну, тревожиться такой, да? Вот. С другой стороны, та позиция, она несколько не самостоятельна, которую вы описываете при взаимодействии с мужчиной. Вот, она не самостоятельна, она немножко инфансильна, я бы сказал, вот. И нужно понимать, что мужчина, который примет вас, вот, в позиции, в позиции очверченной вами, это мужчина, который не даст вам самореализовываться, это мужчина, который будет вас подчинять. Поэтому здесь, как бы, тоже нужно несколько посмотреть, а готовы ли вы, скажем, к цене, да? К цене того, что вам хочется, к цене того, позицию, какую вы вы рисовываете. Вот. А в целом, обратите внимание, вы даже вопроса не задаете, да? То есть, вы не спрашиваете ничего у психологов, вот. А это очень, такая, важный момент, важный, важный, важный элемент, вот. Понимаете? Поэтому, эм, на мой взгляд, вот отсутствие вопроса, э, у вас, это, это следствие, как раз таки, того страха, эм, перед выбором, перед, э, я могу ошибаться, вот, конечно. Но, тем не менее. Дальше. Давайте, вот, эм, эм, что вы пишете какие-то советы, вы слышите мысли, вот, могли бы разобраться в ситуации. На самом деле, ни совет, ни мысли вам не помогут, эм, разобраться в ситуации, вам больше, больше бы, наверное, помогло, э, разобраться в себе. Вот, значит, такая психотерапия вам помогла бы, в большей степени. Вот здесь, то есть, это вот, немножко не в ту степь вы идёте, когда, хотите, эм, советы получить. Вот, эм, значит, я никогда не понимал, как женщина тащит тебя на себе, для меня муж, это тыл, я за ним как-то камер на стену, нет, ни горе, ни печёли. Ну, вот, это некая несамостоятельность, понимаете, вот, как бы, горе и печёли нужны человеку, для того, чтобы развиваться, как личность, чтобы получать опыт, вот. Эм, опять же, ты, вам не может быть другой человек, да, то есть, ну, в современных реалиях это так, по крайней мере. Вот, и, соответственно, может, эм, улыбное дело, вам здесь нужно определиться, да, то есть, либо вы человека принимаете, эм, таким, как он есть, и, и, смотрите, что можно сделать, либо нет, либо ищите другого человека. Но, мне кажется, надо бы разобраться с вашим воспитанием, вам, вам, эм, разобраться в себе с вашими конфликтами и противоречиями, если вы этого хотите, конечно. Вот, после чего уже, эм, смотреть. Вот, после чего уже, смотреть. Смотреть и, и разбираться, э, в каком направлении вы хотите двигаться. Вот, опять же, то, что вы пишете, да, что спит на дом, чтобы хотим семью и детей, вот, но зачем семью и детей? То есть, это некая такая направленность на семейные ценности получается? Ну, да. Вопрос о том, эм… Маши направлены, непосредственно ваши ресурсы. Ну, непосредственно ваша, э, э, ну, ваша э...энергия…кажем так. Так, это достаточно тоже важный момент. Повторюсь, постарайтесь сформулировать вопрос к психологу, потому что вы говорите вот, ибо по сей день моей голове это никак не может уложиться, что именно, какие это чувства вызывают у вас. Повторюсь, не помню говорю или нет, в идеале вам нужно вдвоём обратиться к психологу, вдвоём, и вдвоём поговорить. Ну, если вдвоём меня представляется возможным, то хотя бы вот вам. Только вам вот можно обратиться, тоже весьма неплохо, знаете, было бы, то есть, ну, спасибо богу, если бы вы поработали и разобрали бы себя. Вот. Но что-то мне подсказывает, что именно такого запроса у вас нет. на этом всё. Я надеюсь, что помог вам, глобально мне видится проблема некоторой вашей приводности и нуждяемости в защите, вот, и, как бы, ну, подкреплением, подкреплением этой потребности, через воспитание, вот. Второй момент несколько смущает, что вы называете нас фармчанами, вот. Мы не фармчане, мы психологи, вот. Мы не высказываем свои мысли и не даём советов. Мы помогаем человеку разобраться в себе, в первую очередь, в себе, да. Вот. Вот. Например, ваших ценностей, вот, воспитания, ну, например, да. Это крайне такая вот пассивная, да, интроектированная история. То есть, когда вы просто принимаете то, что вам дают традиции, не задумываясь особо о том, а вообще подходит мне, вообще, насколько это жизнеспособно, да, в современном мире, а насколько я продвигаю интересы, вот эти, выбираю себе партнёра, потому что, ну, согласитесь, странно, странно. Вы, вот, вроде как, выбираете определённые ценности, а мужчина ваш совсем других ценностей придерживается. Вот, ну, при том, что я не уверен, что вы не подозревали об этом до разговора, вот, не уверен, то есть, вы склонны к некоему такому, я бы сказал, самообман, самообману, вероятно. Вот. Ну, это ещё нужно увидеть. Ну, в этом всё, я надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго.